Солнце движется к закату, на город опускаются вечерние сумерки, а в Щелковский историко-краеведческий музей спешат гости. Здесь все только начинается. В десятый раз наш музей присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Залы открыты бесплатно для всех желающих. Можно было просто бродить по ним, знакомиться с развернутыми сейчас в музее выставками, одна из которых – история Мещанской слободы, с которой и начался наш город Щелково. Но, конечно, коллектив подготовил и специальную программу. Андрей Трубин, актер театра и кино и давний друг музея, пригласил на творческую встречу. Зрителям он знаком по работе в Щелковском театре. Для музея подготовил несколько театрально-концертных постановок. На встрече Андрей читал свои стихи и рассказы, пел песни. Одно из стихотворений посвящалось воспоминаниям, как он приехал в Щелково в 1997 году, да так здесь и остался. Так что город менялся у него на глазах. Старый мост и новый мост, и асфальт весь грязный, и черенок весь зарослый, как хвост и глязь мой, чебуречная пыхтит возле дома быта. В стройпалатах в ряд стоит старых и побитых. Далее гости музея получили уникальную возможность стать свидетелями редкого события, когда экскурсию проводит лично директор, заслуженный работник культуры Московской области Наталья Богданова. Компанию ей составила главный хранитель музея Ирина Богданова. Девушки, которые сразу признались, что совсем не родственники, рассказали, какой это творческий оказывается процесс создания музейной экспозиции. Концепцию музейного пространства в исторических стенах разработал архитектор Алексей Воробьев, который проектировал в Щелкове пешеходные зоны. Одна из изюминок экспозиции XX века – это ажурная перегородка, о ней гости всегда спрашивают. Это не просто цветочки, рассказывает Наталья Владимировна. Узоры взяты с эскизов тканей Щелковского хлопчат бумажного комбината. При падающем свете, в зависимости от того, как мы повернем светильники, эти цветочки в цепи стены или отражаются на полу, вот там дальше видно, или же на потолке. И получается такой рисунок, который в народе у нас теперь уже называется сиццом коридора. Экспозиция выстроена так, что гости как будто путешествуют во времени, переходя по дорогам из одного исторического периода в другой. Налево от сиццового коридора – мирная жизнь, направо – военные периоды, Первая мировая и Великая Отечественная войны. Обращаю ваше внимание на оружие этого периода. Это винтовка системы Бердана, подлинная, образца 1870 года. Выполнена она на Сестровецком заводе в 1882 году. Один из путей, как привлечь в музей зрителя, как заинтересовать его, позволит сделать то, что в музее категорически запрещено – потрогать экспонаты руками. Для этого создаются интерактивные предметы. Например, этот барабан с фотографиями из альбома Щелковского общества потребителей 1924 года. Или интерактивный стол, листая который можно найти нужные фото или документы. Конечно, никуда не ушла и привычная миссия музея – превращать в экспонаты обычные бытовые предметы, уже ушедшие из нашей жизни. Кстати, уникальны, не поверите, недавно к нам обращались из школы номер 2. Им нужна была парта. Вот они не нашли такую парту. Все уже уничтожено, ничего нет. Они заказывали по нашему образцу у плотников парту. В Москве и Московской области 21 мая всегда бесплатно ночь музея. Можно выбрать любой музей. Наши участвуют. Можно многое узнать об истории города. Я даже купила книжечку здесь по Щелковским местам. Ночь музеев. Многие целый год ждут этого события, чтобы прийти в музей вот в такое внеурочное время. Потому что знают, что в программе в этот вечер или в эту ночь может быть много интересного и неожиданного. Вот и сегодня наш историко-проеведческий музей вышел из своих стен на улице Щелкова. Завершали программу «Ночи в музее» эстрадный дуэт Александра Лойко и Александр Тихонов, скрипка и электровиолончель. Музыканты – постоянные участники мероприятий в столичных музеях, а также представляют московский проект «Музыка в метро». Классические и современные произведения в их исполнении собрали на площадке перед музеем десятки зрителей и по-настоящему погрузили в музыку. Прекрасный вечер, прекрасная ночь, хорошая погода. Концерт на улице, который привлек внимание отдыхающих в центре города. Очень много молодежи, что очень приятно. Все танцуют, улыбаются. Мне кажется, все здорово. Наш уютный музей, который сегодня превратился в какое-то место невероятного притяжения, другой энергетики. Это касание и молодежи, и старшего поколения. Ночь музеев раскрывает для нас новые горизонты.